Пока немного зрителей, я вам вкину эксклюзивчик для тех, кто колокольчик нажимает и первый приходит, да. По поводу зомбу. Сейчас фиксируйте, что сделал Дениска по поводу зомбу. Сейчас. Вот, Дениска сделал так. Это наработки так не будет, то есть костер не будет здесь. Вот, скринтиши он делает, да, ну можете заметить то, что у него заблокированы слоты, потому что он типа без рюкзака и все такое. Тут неважно, да, звук есть или нет. Ты заходишь и типа выбираешь в меню базы, что тебе построить. Вот, это такой сборник воды. Смотрите, что дальше происходит. У тебя ограждается зона для постройки сборника воды, как ты можешь заметить, да, реально. Вот, и ты такой бац, и он здесь возводится. Но на самом деле будет чуть-чуть не так, но это вот такая вот наработочка, чтобы, ну как бы зомби выживание, оно было, ну, покруче, understand. Вот, и естественно в некоторых местах позиция не подходит для постройки. Тебе надо выбирать такую более ровную платформу для того, чтобы там ты смог возвести свою постройку, либо расчистить, там деревья убрать и так далее, да. Вот, ну это вот такой вот прикольный флекс, но это еще не конец. Значит, после этого практически уже совсем, но я думаю, что могут быть еще какие-то изменения, костер будет заменен на вот этот вот блок, потому что он похож вот именно на верстак строителя. И я вам наконец-то смогу все объяснить визуально, потому что вот сейчас уже, ну, скоро уже, можно сказать, будет альфа-тест. Короче, фиксируйте. Ты берешь, делаешь этот блок, это блок базы, ну, то есть вообще самое, практически самое главное, где ты выбрал строить базы, там ты ставишь этот блок красивый. Значит, что здесь возможно делать, что тут надо делать и так далее, да. Смотри, ты такой гуляешь по карте, карта будет наполовину построена, наполовину с природой, чтобы было, как бы, и так, и сяк приятно, да. Если ты хочешь выживать в городе, выживаешь в городе, не хочешь в городе выживать, значит, не выживаешь в городе. Ты гуляешь и, ну, либо ты такое можешь построить, либо ты на такое наткнешься. Почему здесь я поставил рандомные блоки, да, это я специально таким образом показываю, то, что это как бы мусор, это зомби-апокалипсис. После зомби-апокалипсиса и еще и на революциях, да, выжившие начинают скидывать просто горы, делать баррикады из того, что есть. Там из мусорных баков, кровати из домов выносят, да, ставят, ну, чтобы стены строить, чтобы зомбу или омоновцы не прорвались, да. Ну, значит, как это будет происходить? Ты, типа, такой гуляешь по, ну, предположим, это город, да, это созданная карта с городом. Заходишь во всякие домики, пытаешься обыскивать, я вам уже показывал, как будет обыскивание происходить. И ты находишь, ну, допустим, вот в этом доме, предположим, я нашел сундук, да, вот он, да. Вот, я его открываю, он, естественно, открывается так, как я вам показывал. И здесь в этом сундуке, типа, в этом доме, ты такой, о, один блок мусора. Ну, это, типа, вот все блоки, которые там, это блоки мусора. Из них ты можешь строить что угодно, ты их можешь собирать, чтобы у тебя красиво база выглядела. Но, как бы, этих блоков будет мало, поэтому ты собираешь эти блоки как мусорные. Потом, значит, что дальше происходит, да. Ты приходишь, ну, вот, предположим, ты насобирал уже, у тебя есть стены нормальные, и ты насобирал блоки мусора, значит, ты такой приходишь на свою центральную базу, грубо говоря, сюда скидываешь 10 блоков мусора, вот таким вот, ну, не так вот, а вот, ну, ты как бы кладешь туда 10 блоков мусора, ты, это, типа, твой склад. Одна секунду. Вот, коронавирус. Включается сапчат, потому что, типа, вот это, да, прикол бывает такой. Есть, сохранить. Поехали. Реально, ты сложил 10 блоков мусора. Как я себе это представляю? Ты ходил, лутал, собирал, там, бутылки, какие-то стеклянные, пластиковые. Ну, короче, ты собирал реально мусор. Из этого мусора ты построил себе баррикады, да. А потом ты лишний мусор, который у тебя есть, складываешь сюда, вот. И, грубо говоря, после этого 10 мусоров, вот таких, любых блоков строительных, да, 10 мусоров перевоплощаются в один строительный блок. Ну, допустим, он вот так вот выглядит, ну, потому что это как будто куча мусора так и выглядит, да. Значит, этот строительный блок, что он характеризует из себя? То, что ты покопался, да, вот среди этих блоков мусора, и что-то из них, типа, попытался собрать и слепить. И таким образом, когда ты строишь, вот, допустим, сборник дождевой воды, да, ты должен прийти и поставить, грубо говоря, вот так вот два блока мусора, а они уже перевоплотятся в постройку. То есть, грубо говоря, ты среди всего мусора, который у тебя есть, нашел деревяхи, обмотал их каким-нибудь скотчем, и такой, типа, вот, это бочка будет, а вот это, это ты, допустим, там, нашел пятилитровую бутылку, осколок стекла, и стеклом отрезал нижнюю часть бутылки, чтобы ее, типа, перевернуть, и была такая воронка для сбора, да. И получается у нас сбор дождевой воды реально зафлексил. Здесь то же самое, вот такая вот постройка, она, как бы, будет выходить вот такой, но когда ты ее будешь строить, да, ты должен, ну, представьте, каждый из этих блоков, он равен, напоминаю, десяти блокам. Это будет тяжело выживать, это зомбоапокалиптик, это тебе не просто так, да. Вся постройка вообще, ну, должна выглядеть вот так вот, ну, типа, я не знаю, как вам сказать, на кодовом уровне, или на стадии просто постройки, но блоки будут, ну, моментально замещаться, то есть ты такой, здесь ничего нету, да, ты поставил вот этот блок, а он сразу заменяется на вот такой вот, и, ну, ты видишь прогресс постройки, да. Вот, ну и, короче, вот такой вот флекс у тебя получается, значит, вот так вот строится эта база, и потом она перевоплощается в лазарет, который, ну, здесь на этом месте был, да, она такая, оп, и у тебя лазарет. И таким образом ты строишь все, даже костер, это, грубо говоря, ты вот в этот центральный сундук скинул весь мусор, да, ну, практически везде в зомбоапокалиптике, во всех фильмах, костер не горит от того, что дерево напилили, костер горит от того, что где-то забор оторвали, где-то взяли диван, раздолбили, да, сняли с него ткань и используют в качестве, ну, деревяк, да, чтобы просто топить костер. Вот, вот таким вот образом будет происходить, ну, типа, крафты своей базы. Вот, и в какой-то момент ты такой думаешь, блин, а у меня уже, типа, не хватает места, или там, типа, мой друг пришел со мной поиграть, надо расширять базу. И ты такой думаешь, ага, ну, значит, я примерно досюда расширю свою базу, а потом вот отсюда я сделаю вот такую вот дугу, и вот досюда расширю. Это все из мусорных блоков, естественно, разных, да, будет. Вот, и ты такой, о, у меня появилось место, я сюда, допустим, хочу поставить печку. И ты такой, о, ставлю печку сюда. Вот, а потом уже, когда ты свою базу развил, да, когда у тебя база нормальная, ты берешь, допустим, плавильную печь, и в эту плавильную печь скидываешь, ну, всякий гоп-мусорок тоже, да, и он переплавляется уже в железные прутья, о, это я пукнул, да, в железные прутья. В чем прикол железных прутьев? В том, что ты через них можешь видеть, да, они как бы визуально, они крепкие, но при этом ты можешь через них видеть, подходят зомбу к вам или нет. И ты можешь одну стену из прутьев сделать, или там несколько стен. Ну, короче, вот так вот продвигается Дениска, ну, типа, в ускоренном режиме, когда он сейчас начнет работать, потому что у него там какой-то отпуск появился, или что-то, да, вот так вот, ребята. Ну, короче, я бы, конечно, хотел почитать комментарии ваши по этому поводу, но, к сожалению, сапчат, надеюсь, всем понятно из-за чего, да. Вот и все. Вот как бы, вот так вот планируется такой флекс, а сами постройки я вам уже вроде показывал, правда, я уже сам про них забыл немножко, но мы постройки уже в будущем будем добавлять, то есть запустим игроков, они будут играть и будут говорить, типа, слушайте, а вот мы играем-играем, а нам вот не хватает, допустим, предположим, там, оружейного стола. Хорошо, сейчас будет оружейный стол, как-нибудь попробуем сделать там оружейный стол, да, и все такое. Ну, вот так вот... ...в этот контейнер, и вот тут мы можем заметить, насколько заполнен этот лон. Вообще офигенно, но чисто... чисто кайф. Вот. Если у нас здесь еще по проводам тянется энергия к автокопалке, автокопалка требует очень много энергии, но при этом она берет, и вот в этот бак, как вы видите, тоже тут заполнено вот чуть-чуть, эээ... Эта автокопалка добывает смолу, она может добывать, типа, все, что угодно, но делает это довольно медленно. Вот. И еще эээ... у нас теперь прокачан... Это все вчера ночью мы делали, если что, держу в курсе. Вот. Вот это, кстати, это тоже. А, кстати, смотрите, я думаю, что мы теперь сюда. Я вам даже никуда ехать не придется. Вот. Смотрите, это хлам, который теоретически можно найти в мире, да? Смотрите, . . . . . Субтитры сделал DimaTorzok